на канале за гет поступил вопрос как просить бога чтобы он услышал начнем с того что господь все слышит не бывает такой молитвы которая была бы не услышана наверное этот вопрос можно составить по-другому как просить бога чтобы это было ему угодно чтобы наша молитва была дерзновенна чтобы наша молитва исполнилась есть такой образ молитвы как бы просил сын который бы утопал в реке видя отца который стоит на берегу как бы он просил находясь на грани жизни и смерти спаси помоги поддержи и с каким бы чувством он просил во первых таким чувством что никто кроме отца ему не поможет то что больше никого нет рядом с таким чувством что отец что точно мы никогда не откажет и он точно поможет нет в этом никакого сомнения и надо громче кричать чтобы отец услышал если он далеко стоит речь идет не о том чтобы надо в молитве громко кричать речь идет о том что надо взывать из глубины своего сердца чтобы наша молитва была усилена таким сердечным духовным усилием как мы читаем у псалмопедца давида из глубины возглав тебе господи из глубины такой глубины из глубины своей немощи из глубины утопания во глубины 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 души которые бездонны потому что мы имеем себе образ божий именно оттуда надо взывать оттуда спаси и помоги как надо взывать богу чтобы у нас услышал чтобы наш молитва было угодно ему надо просить не сомневаясь что господь нас слышит казалось быть так просто но это не очень просто думается как у нас слышит а когда она поможет а вдруг он не поможет вот тогда не должно быть их вдруг не должно быть этих опасений что мы останемся не услышанными надо точно верить точно верить что господь нас услышит услышит каждое наше слово услышит каждую мысль которая прощена к нему у нас знает и любит нас именно потому что он любит нас вечную любовью как сказано библии любовью вечную я возлюбил тебя и потому мое к тебе благоволение так господь обращается к человеку и каждому из нас а если господь любит значит он любимого своего знает и ведет по жизни и промысел божий всегда с этим человеком с любым человеком которую господь знает любит и ведет и соответственно то помните об этом и когда мы молимся надо верить божественную любовь нельзя сомневаться что господь нас любит меньше что господь нас не любит до конца он любит нас даже до крестной смерти поэтому когда мы просим что-то у бога чтобы наша молитва была богу угодно и дерзновенно надо все же держать в памяти свое сердце крестную жертву господа нашего иисуса христа надо верить его славное и святое воскресение и в то что и крестная жертва и его воскресение было за нас за наше спасение ради того чтобы и мы с вами спаслись были прощены избавились от греха от насильства дьявола от вечной смерти и совоскресли со христом вот это нужно помнить держать в памяти ума сердце души тогда молитва сказанная с такой верою из глубины души искренняя с тем чтобы мы простили всех наших обидчиков никого не обижались такая молитва будет богу угодно и она будет возноситься к небу как дым к отдельные возносится вверх так и наша молитва полетит богу верю что господь и услышит и быстро исполнит внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и вы и Продолжение следует...